Давайте начнем наш очередной разбор задач. Сегодня мы заканчиваем разбирать задачи из тем 7-8. Здесь осталась последняя задача 23, предшествующие задачи мы уже разобрали в прошлый раз. Итак, задача 23. Это о описании движения представления Гизенберга. Требуется получить явное выражение для операторов координаты импульса частицы массы R в представлении Гизенберга в трех случаях. Первый случай. Частица совершает свободное движение. Как обычно, каждое физическое вещество соответствует оператору. Если это представление Гизенберга, значит это, вообще говоря, оператор, зависящий от времени. В частности, полная энергия свободного движения. Речь идет об одномерном движении, поэтому вектор на P можно не писать. Соответствует оператор Гамильтона. И мы говорили на лекции, что в представлении Гизенберга не будем помечать оператора Гамильтона индексом H. На это есть причина, о которой мы с вами сегодня еще раз поговорим. Вот. Но все тут дальше надо ставить. То есть оператор P здесь Гизенберговский. Вообще говоря, зависящий от времени. Деленый на удвоенную массу. Требуется найти Гизенберговский оператор координаты и Гизенберговский оператор импульса. Давайте вспомним, что общее уравнение для Гизенберговского оператора выйдет так. Уравнение Гизенберга. Оператор, отвечающий величине А, удовлетворяет уравнение Гизенберга. Производный оператор по времени равняется мнимой единице делить на постоянную планку. Коммутатор, оператор Гамильтона, оператор физической величины. Вообще говоря, зависящий от времени. Итак, пользуясь этими формулами, мы получаем, что оператор Гизенберговской координаты удовлетворяет следующему уравнению. dxhpdt равняется i на h, гамильтониан. Давайте явные виды этого гамильтониана сразу здесь напишем. i h в квадрате делить на 2m на оператор координаты. Дальше нам надо упростить это выражение. Множитель 1 делить на 2m выносится знак коммутатора. Вот и получается сложный коммутатор. Здесь ph в квадрате, все равно что ph умножить на ph. Поэтому здесь в произведении двух операторов. Формулу для раскрытия сложного коммутатора вы обсуждали на семьях. Она есть у вас задании. Напомню, что в произведении двух операторов когда встречаются операторов получается сумма двух слагаемых. Первый слагаемое получается, когда первого оператора выносится на лево, а второй слагаемое, когда правый оператор выносится на правой. То есть здесь получается и делить на 2mh, и два слагаемых. Либо один оператор выносится налево, получается коммутатор оператора импульса и оператора координаты. И второй слагаемый, когда второй оператор pH, выносится уже направо. Здесь получается такой же коммутатор, как и в предыдущем слагаемом, на pH. Дальше, следующая задача сводится к вычислению вот такого простого коммутатора. Такие коммутаторы вы вычисляли для шейнингерских операторов, независимых от времени. И давайте я сразу напишу ответ. Если у нас есть шейнингерские операторы, где в координатном представлении х равняется х, а p равняется минус и постоянные планы, производные по х. Вот такой коммутатор вы должны были уже вычислять. И ответ здесь получается минус ни на единице на постоянные планы. Не буду это воспроизводить, это уже было. Так вот, можем ли мы для этого коммутатора использовать вот это значение? Важный вопрос, потому что, строго говоря, или не строго говоря, а точно говоря, это шейнингерские операторы, независимые от времени, а это гейзенбергские операторы, которые, вообще говоря, зависят от времени. Поэтому если и только при t равняется нулю, каждый из этих гейзенбергских операторов превращается вот в такой оператор. Спрашивается, не может ли быть такого, что в начальном времени этот коммутатор равняется минус и постоянная планка, а потом он как-то меняется во времени, то есть его надо как-то отдельно вычислять. Вот, к счастью, нет. Есть общее утверждение, что коммутаторы не меняются, если операторы подвергаются унитарным преобразованию. А в данном случае связь между операторами гейзенбергскими и шейнингерскими как раз унитарная. То есть я напомню, что произвольно оператор А, который вытворяет вот в таком уравнении, может быть переписан в следующей форме, которая называется формальным решением уравнения Гейзенберга. Оператор эволюции эрмидово-сопряженной на оператор гейзенберга в начальном времени и оператор эволюции просто. Где оператор эволюции, оператор эволюции, давайте я здесь пишу, оператор эволюции О от Т равняется экспоненту в степени минус И гамметониан умножить на время делить на постоянную плавку. Вот это вот оператор эволюции. Значит, здесь стоит гейзенберга в спряженной оператор эволюции. При этом вот этот оператор, это и есть гейзенберовский, извините, шейнингерский оператор, не завязчивый от времени. Так вот, представьте себе, давайте общий случай какой-то рассмотрим, что у вас есть известный коммутатор операторов А и В, шейнингерских. Допустим, это равняется С, тоже шейнингерского оператора, независимого от времени. Теперь давайте проделаем такую процедуру. С левой стороны умножим на У крест от Т, это вермитвосопряженный оператор эволюции, а с правой стороны умножим на У от Т. И коутатор сразу раскроем. АВ минус БА. Тогда первое слагаемое будет У крест. Время я тут писать не буду для краткости. А на Б, дальше от того, что вы домножили справа, здесь будет У. Минус У крест Б на А. Справа домножили, поэтому будет У. Равняется У крест С на У. Таким образом, слева, вернее, справа, простите, получается сразу гейнгеровский оператор С. А с левой стороны надо догадаться, вот сюда вот еще вставить оператор У на У крест, поскольку У унитарный оператор, но это единичный оператор. И сюда то же самое, вставить У на У крест. И тогда вы видите, получается, А крест на А, У, это гейнгеровский оператор А, здесь гейнгеровский оператор В, а здесь наоборот. То есть вот эта вот формула записывается в виде коммутатора гейнгеровского оператора зависящего от времени, с А с оператором гейнгеровским зависящего от времени В равняется гейнгеровский оператор С, зависящий от времени. То есть из коммутатора для шейнгерских операторов получается точно такой же коммутатор для гейнгеровских операторов. То есть это и называется, что коммутаторы операторов инвариантны относительно унитарного преобразования операторов, которые выглядят следующим образом. Таким образом, задача в том, что мы не знаем, как выглядят вот эти операторы. Это требуется найти. Но коммутатор мы знаем, как он выглядит, потому что он такой же, как и в шренингеровском виде. А здесь мы его могли найти, потому что мы знаем, как выглядят эти операторы в представлении шренинга. Поэтому константы, конечно, при унитарном преобразовании превращаются сами в себя, минус и на h. Поэтому мы можем здесь написать, что вот это есть минус и h, и это есть минус и h. И поскольку число коммутируется с оператором, то получается здесь два одинаковых слагаемых, минус 2 и h. Поэтому выносим это за скобку. Был вот такой умножитель, а это умножается еще на минус 2 и h на оператор ph. Вот, двойка сокращается. Минус и на и дает единицу, h тоже сокращается. Получается ph делить на массу. Довольно естественный ответ, потому что отношение импульса к массе – это в классической физике скорость. Но тут должна получиться скорость производных координатов по времени и скорость. То есть производный оператор координатов по времени – это фактически оператор скорости. Так получилось. Так, и второе, чтобы найти второй оператор, нужно, соответственно, вычислить вот такой коммутатор. То есть если бы написать вот такое уравнение Гизенбергу для оператора, импульса Гизенберговского, именно h. Это оператор гоминтона, а это p с индексом h. Вот, и мы видим, что оператор коммутирует сам собой, и, конечно, коммутирует в любой свой степень, поэтому это равняет с нулю. Так что у нас возникает вот два таких уравнения. Перепишу их ради аккуратности. Производная оператора Гизенберговского, зависящего от времени, координаты по времени равняется оператору гипульса, деленной на массу. И производная оператора Гизенберговского по времени равняется нулю. Вот эти операторы и уравнения дают нам ответ, как выглядят Гизенберговские операторы для случая свободного движения. Вот это уравнение означает, что ph является константой, или более точно, ph как функция времени является константой, то есть равна самому себе в момент времени 0. А Гизенберговский оператор в момент времени 0, это же Гизенберговский оператор, который в координатном представлении, в х-представлении, х-представлении, известная величина минус, известный, вернее, оператор минус и h, производная по х. А верхнее уравнение, соответственно, верхнее уравнение, здесь получается постоянная величина, где и h, это есть оператор Шриденберговский p, и значит мы просто должны написать оператор координаты, зависеть от времени в таком виде, чтобы его первое производное оказалось бы равной вот этой константе. Это означает, что надо написать постоянное слагаемое, которое по сути своей является начальным условием. То есть нужно написать такую величину, которая при t равняется 0, она равняется левой части. Вот, и плюс вот эта вот константа p умножить на m, умножить на время. То есть здесь, с одной стороны, производная по времени равняется тому, что нужно, а во-вторых, при t равняется 0, тоже получается то, что нужно. Вот это, опять же, Шриденберговский оператор x, который в координатном представлении, x-представление, просто совпадает с умножением на координаты. Так что здесь получается Шриденберговский оператор x, Шриденберговский p делить на m на время. Так, что же это все обозначает? Зачем вычисляются такие Шриденберговские операторы? Чтобы вычислять средние значения. То есть по определению средние значения величины a есть матричный элемент от дезимберговского оператора по дезимберговскому состоянию. Гезимберговское состояние это фактически начальное состояние Шриденберговское. То есть вот это вот, как мы в лекции показывали, это фактически Шриденберговское состояние, взятое в момент времени 0. Вот, и вся зависимость от времени, это среднее значение возникает из зависимости оператора во времени. Так вот, мы получаем, что давайте, чтобы, ну вот здесь вот индекс t напишем, это означает, что это среднее значение в момент времени t. Так вот, согласно этим формулам, среднее значение координаты в момент времени t равняется матричному элементу по начальному состоянию вот от такого оператора. Значит, если взять среднее значение от начального состояния оператора x, получится среднее значение x, но только в момент времени 0, начальное среднее значение. Плюс среднее значение импульса в начальном времени, деленное на массу умножить на время. Вот, а если мы интересуемся зависимостью среднего значения импульса по времени, во времени, то мы должны вот то же самое проделать для импульса, вставляем сюда импульс, и видим, что импульс является постоянной величиной, то есть это постоянный оператор p. Если берется матричный элемент от постоянного оператора p в начальном состоянии, то и получается среднее значение импульса в начальном состоянии. То есть, среднее значение импульса в данном случае сохраняется, и это означает, что импульс в этой задаче является сохраняющейся величиной, и, как я рассказывал на лекции, посвященной законам сохранения, ну, так и должно быть, потому что в данном случае оператор импульса коммутирует с гематерианом. Когда оператор коммутирует с гематерианом, это означает, что соответствующая величина является интегралом движения. Хорошо. Собственно, все. Да, и мы не удивляемся тому, что получились формулы, которые похожи на школьные формулы. Это просто равномерное движение называется. Так и должно быть, потому что классическая квантовая динамика строится так, чтобы в классическом пределе она переходила в классическую динамику. В данном случае мы видим, что если среднее значение заменяется на классическую величину, то это получается знакомая с младших классов школы формула для равномерного движения. Так, теперь посмотрим пункт B. Случай B – это когда требуется посмотреть... в случае движения в линейном потенциале, потенциально линейно зависящем от Х. В случае B – это гематериан вот такого вида. H равняется оператору генетической энергии плюс потенциальная энергия, где в качестве потенциальной энергии предлагается взять минус число F умножить на Х. В классической физике мы понимаем, что минус производная потенциала по координате – это сила. Так вот, если взять минус производная координата – это потенциал, раз F и получишь. То есть F – это в сущности сила, то есть это движение в поле постоянной силы. Давайте посмотрим, как это описывается... Так, все правильно написал. Минус F на Х. Как это описывается в представлении Гейзенберга? Итак, снова пишем уравнение Гейзенберга для оператора координаты. dxHpdt равняется и делить на постоянную планку. Дальше гематериан. F квадрат на 2m. Минус F умножить на Х. И оператор координаты. Да, извините, извините. Значит, я забыл. Если мы работаем в Гейзенбергском подходе, то, разумеется, гематериан выражает через гейзенбергские операторы. То есть здесь стоит tH, а вот здесь стоит tXh. То есть это, вообще говоря, функция Х в классическом функции Гейзенберга переходит в функцию оператора. Оператора, в данном случае, функция оператора координаты. А это классическое выражение для у написано. Значит, если мы берем вот эту функцию оператора, то здесь тоже получается оператор. То есть здесь у нас стоит гейзенбергский оператор координат, а здесь стоит гейзенбергский оператор импульса, а здесь гейзенбергский оператор координаты. Вот. На гейзенбергский оператор координаты. Вот так вот получается. Так. И видим, что координаты коммутируют сам собой, поэтому здесь ноль. И получается только коммутатор между оператором генетической энергии и оператором координаты. Но это то, что мы уже вычисляли в пункте А в случае свободного движения. Был точно такой же коммутатор, и мы знаем ответ. Здесь степь pH делить на массу. А оператор импульса удовлетворяет следующему равнению Гейзенберга. Оператор генетона, генетониан, минус f на xH, pH. Раньше у нас этого слагаемого не было, поэтому здесь получалось 0, потому что оператор импульса коммутировался с оператором генетической энергии. А теперь будет не 0 за счет того, что вот этот коммутатор различен от 0. То есть тут получается минус i, f делить на постоянная планка, коммутатор x, p. Он такой же, как и для шринговских операторов, поэтому здесь получается i умножить на h. Соответственно, и на i даст на минус 1, h сократится, и получается минус f. Таким образом, система теперь выглядит вот так. И мы видим, что теперь оператор импульса становится функцией времени, потому что производная по времени отлично от 0. Значит, понятно, что решение это линейная функция по времени, если, например, производная равняется константе. Вот, и решение второго уравнения выглядит так. p h от t равняется, ясно, что какая-то константа плюс f, вернее, минус f умножить на t. При этом при t равняется 0, это второе слагаемое обратится в 0, поэтому константа это просто значение дезимберговского оператора импульса в начале момента времени. Минус f умножить на t. Минус f умножить на t. Так, у меня такое ощущение, что я где-то что-то сделал неправильно. А, я вот этот минус забыл, я прошу прощения. Вот, мы когда брали коммутатор, то вот этот минус я забыл, поэтому здесь стоит минус, а минус на минус дает плюс, поэтому здесь стоит плюс. И здесь стоит плюс. Вот так вот. Потому что сила у нас положительная, ну, то есть сила f, и если она положительная, то импульс при движении, под действием положительной силы должен расти. Ну, вот я вижу, что я потерял знак, теперь я его нашел. Импульс, конечно, растет. Так, и вот это есть функция времени. Еще раз напомню, что вот это шрингерский оператор импульса, поэтому это шрингерский оператор импульса, P на F на T. Вот. Теперь вот эту вот функцию времени нужно подставить вот сюда, в правую часть, и уравнение для координаты будет выглядеть вот так. 1 делить на m, давайте напишем, а ph как функция времени выглядит вот так. И это уравнение тоже, конечно же, легко решается. Просто подбираем такую функцию, которая при первой производной которой равняется вот этой величине, и при этом так, чтобы при T равняется нулю, здесь получилось бы тожество. Поэтому константы интегрирования, это будет оператор координаты, взятый в нулевой момент времени, дальше плюс, вот это есть постоянное слагаемое, значит, чтобы получилось первое производное от постоянного слагаемого, нужно от постоянного слагаемого умножить на t, а здесь получается F делить на m умножить на t. Чтобы получилась лидейная функция, нужно написать t квадрат наполам. Значит, F на t квадрат на 2m. На 2m. Так, и еще раз вспоминаем, что вот это есть обычный шейнгерский оператор координаты x, а здесь стоит шейнгерский P на m на t плюс сила на t в квадрате деленная на 2m. Вот это и есть ответы. Мы получили гильзигеровские операторы координаты времени для движения в поле постоянной силы F. Вот, и если вы знаете эти операторы, то можно себя проверить, получаются ли такие выражения для средних значений, которые превращаются в классические выражения. Ну, из вида операторов видно, что так и получается, но давайте это напишем, что среднее значение координаты в момент времени t определяется матричным элементом от дизигеровского состояния, которое есть в том числе шейнгерского, нулевого момента времени, от оператора координаты, зависящего от времени. И мы видим, что получается среднее значение при постановке сюда вот этого оператора координаты. Первое слагаемое дает среднее значение координаты в нулевой момент времени. Второе дает нам средний импульс в нулевой момент времени, деленное на массу умножить на t, и следующее дает нам, поскольку это константа, то просто константы и получаются. f на t в квадрате, деленное на 2m. Вот, а среднее значение импульса в момент времени t определяется таким же матричным элементом, только вот от оператора pi h от t. Значит, первое слагаемое дает нам среднее значение импульса в нулевой момент времени, а следующее слагаемое дает само себя, потому что это есть постоянная величина. И, конечно, здесь мы опять узнаем знакомые школьные формулы. Это есть формула для равноускоренного движения, то есть при переходе к классическому пределу среднее значение превращается в классические величины. Мы видим, что это среднее значение, есть начальные координаты, это есть начальная скорость умножить на t, а это есть ускорение t квадрата наполам, потому что r делить на массу, это как раз ускорение. Это равноускоренное движение. И вот это, соответственно, выражение для классического импульса, который увеличивает свое значение в поле постоянной силы. Так, и есть, наконец, пункт v, пункт v, где требуется проделать все то же самое, только с u, классический u от x, взятый в виде осцилляторного потенциала. То есть вам нужно подставить вот это выражение в этот же гамильтониан, и вы видите, что получается дополнительная слогами, где, куда будет входить... А, прошу прощения. Давайте я вот здесь вот так вот отчеркнул, и вернемся обратно к пункту b. Вот последняя вещь, которую надо сказать про пункт b. Значит, мы помним с вами, что... Ну, те, кто осмотрел лекции, что почему у оператора дезинберговского гамильтона не ставится индекс 3, потому что он в представлении... Если это... Он в представлении... Он оказывается постоянно. Он оказывается постоянно. Если он оказывается постоянно, значит, он равен самому себе в нулевоменном времени, и следует ли он равен шейнберговскому оператору. Поэтому гейзинберговский оператор гамильтона и шейнберговский оператор гамильтона вот такой вот задачек. Это одно и то же. Поэтому бессмысленно там ставить какой-то индекс h. Так вот, в пункте а, где у нас... В пункте а, где у нас оператор гамильтона равнялся h в квадрате на 2m, в пункте а, оператор импульса получился постоянным. Поэтому понятно, что оператор гамильтона тоже здесь постоянен. Но вот в пункте b, как вы видите, у нас... К сожалению, я стер эти выражения, но вот они у вас в тетрадках есть. И их можно восстановить, глядя на средние значения. В пункте b у нас оператор импульса является функцией времени. И оператор координат является функцией времени. Но тогда, казалось бы, если мы подставим вот сюда вот импульс, зависящий от времени, координата, зависящий от времени, то у нас же вроде получается оператор с правой стороны, который явно зависит от времени, и тогда вроде гамильтониан становится функцией времени. Это как-то противоречит тому, что мы говорили о том, что гамильтониан не зависит от времени. Но вот чтобы убедиться, что здесь подвоха нет, а здесь все правильно, нужно просто честно проделать вот это вычисление один раз. Ну, если как бы вы сразу не видите, в чем этот фокус, надо проделать это вычисление. Значит, если сюда подставить явное выражение для оператора импульса, который получился в пункте b, то это будет p шренигеровская плюс f умножить на t в квадрате делить на 2r. Соответственно, вместо потенциальной энергии взять вот это выражение и вместо x тоже подставить явный вид оператора гейзембергского, зависящего времени. Это будет x плюс второе слагаемое, у нас получалось p на m умножить на первую степень времени, а второе слагаемое f на t в квадрате деленное на 2m, которое нам как раз задало вот это вот последнее третье слагаемое. То есть, формально видим, что вот вроде правая часть является функцией времени. Но если честно раскрыть скобки, если честно раскрыть скобки, то будет от первого слагаемого от квадрата первого p квадрат делить на 2m плюс удвоенное произведение первое на второе слагаемое даст нам p, f, t делить на массу, двойка сократится, третье слагаемое даст нам f квадрат, t квадрат делить на 2m, а здесь, если мы будем раскрывать, то будет минус f на x плюс f, p на время, на массу, прошу прощения, не плюс, а минус вот этот минус опять тут ускользнул от меня. И здесь минус f квадрат на t квадрат делить на 2m. И вот мы видим, что слагаемое линейное сокращается, слагаемое квадратичное тоже сокращается, и остаются только слагаемое со шриденгеровскими операторами, независимыми от времени. Вот. И, конечно же, получается, что, как и должно быть, то оператор оператор Гамильтона получается независим от времени. Разумеется, этот ответ можно было сразу понять, потому что, если вы решаете классическую задачу о движении частицы в поле постоянной силы, то там же тоже энергия сохраняется. То есть, у вас растет генетическая энергия, и, как бы, из-за того, что растет x, уменьшается потенциальная энергия, их разность все время остается постоянной, то есть, генетическая энергия растет за счет того, что у вас потенциальная энергия становится все меньше и меньше. Ну, и, разумеется, так же, как в классической физике энергии сохраняется, то есть, является константой, так и здесь оператор Гамильтона все время остается одной и той же величиной. То есть, это в зависимости от времени, которое здесь вроде бы возникает, она кажущаяся, то есть, она, конечно, исчезает при более внимательном анализе. Так, ну и пункт В, вы должны рассмотреть потенциальную энергию вида осциллятора, когда здесь получится несколько более сложная штука, связанная с тем, что Гейзенбергские уравнения придется решать немножко, ну, как бы, более внимательно, потому что производная по времени от координаты будет импульсу, который зависит от времени, производная от времени будет определяться координатой, которая тоже зависит от времени, и вот вам надо будет аккуратно решить эту систему уравнений. В случае, в случае, точно так же, как вы решаете систему уравнений для обычных функций, только здесь будет задача для операторов, и учесть начальные условия и получить Гейзенберговские уравнения для координаты импульса в случае осциллятора, а потом проверить, что те средние значения, которые получаются для координаты импульса, они тоже имеют такой классический смысл, то есть они, эти средние значения должны меняться по классическим законам. Вот пункт В, пожалуйста, проделать всемостоятельно. На этом мы заканчиваем разбор задачи 23.